Дорогие братья и сестры Это действительно давние и добрые друзья нашей хантамансийской епархии, да и наверное все Югры Потому что на концертах группы Ларго побывало очень много прихожан, храмов епархий самых разных городов Давайте тогда вспомним, как состоялось ваше первое знакомство с Югрой, с епархией Какие были впечатления и что может быть с тех пор изменилось? Ну вы знаете, первое впечатление, мы как-то только приземлились, вышли огромное море снега Такого количества снега мы не видели никогда Но вы знаете, несмотря на этот снег, несмотря на холод, здесь удивительно теплые люди живут Потрясающие, настолько радушные, настолько солнечные, что не замечаешь этого холода Первое знакомство у нас состоялось таким образом Мы прилетели на юбилей к владыке Павлу, поздравить его и спеть несколько произведений из своей концертной программы И собственно с этого юбилея, с этого праздника началось наше знакомство с Югрой Субтитры создавал DimaTorzok Далеко-далеко и не так уж давно Жил премудрый и опытный старец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил Не старайся пред ним оправдаться И при этом, при всем Ты смиряйся и знай Что Господь помогает спасаться Слава Богу за все Слава Богу за все Что Господь помогает спасаться Если ты заболел Если ты заболел За немог тяжело И не можешь с постели подняться Значит так суждено По грехам так дано И не надо роптать и бояться Слава Богу за все Слава Богу за все И не надо роптать и бояться Слава Богу за все Слава Богу за все Слава Богу за все Наши годы пройдут Все друзья отойдут Незаметно приблизится старость Но всегда ты тверди И в душе говори Слава Богу за скорбь и за радость Но всегда ты тверди И в душе говори Слава Богу за скорбь и за радость Слава Богу за все Слава Богу за все Слава Богу за все Слава Богу за скорбь и за радость Слава Богу за все Слава Богу за все Слава Богу за все Слава Богу за скорбь и за радость Слава Богу за скорбь и за радость Итак, когда в реприкторе группы впервые появились духовные нотки, повлияло ли как-то на ваше творчество знакомство с ладыкой Павлом, с митрополитом Хантамансийским и Сургутским? И вообще изменилось ли что-то может быть в вашей жизни лично? На самом деле повлияло, все началось с того, что после знакомства возникла идея участвовать в таком концертном туре в поддержку, вернее не в поддержку, а в момент празднования пятилетия образования епархии. И для нас приглашение было огромной честью. И собственно для того, чтобы хоть как-то подготовиться к этому, мы понимали, что и духовная направленность в этом туре имеет значение. Поэтому мы подготовили духовный кант «Слава Богу за все». Это вот первое произведение, которое мы взяли в свой репертуар, вот такое осознанно мы готовились к нему. Ну конечно же многолетие и так далее, вот это всегда у нас было. Мы знаем, что 5 ноября совсем недавно в Центре искусств для дорожных детей севера в Ханты-Мансийске состоялся благотворительный сольный концерт вашей группы, посвященный Дню памяти свидетеля Нектария, архиепископа Тобольского и Сибирского. На концерте состоялась презентация диска с духовными песнопениями «Благодарю тебя, мой содержитель», выпущенного по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, и часть песен мы знаем написана на его слова, его музыку. Как проходила работа над этим диском, каково его содержание, в чем были главные творческие задачи и как их удалось раскрыть или разрешить? Самая главная задача была в этом диске рассказать людям о том, что нужно благодарить чаще Господа. Через песни, через слово, через общение друг с другом мы должны чаще обращаться с благодарностью. Мы всегда просим, а часто ли мы благодарим? Вот мы хотели в этом диске показать разные стороны человеческой души. И исповедь, и грешный человече мы там записали, и великую песню «Прощание славянки». И за всё нужно в жизни благодарить Бога. И вы знаете, первой песней, естественно, этого диска является песня «Благодарю тебя, мой содержитель». И поёт её на этом диске, на этой пластинке, запевает владыка митрополит Павел. Это, знаете, получилось как-то даже промыслительно, то, что вот именно митрополит звучит на пластинке и поёт «Благодарность Господу». Удивительно, прям просто удивительно получилось. А мы очень тихонечко подпеваем, и получился такой квартет. Для нас это, конечно, ну, великая радость, что так случилось. Мы никак не могли на такое надеяться, но это произошло. Ещё на этом диске есть песня «Исповедь души». Ранее написана Владыкой Павлом. Кстати, она вошла и в первый альбом «Слава Богу за всё». Но там мы сами исполняем эту песню. А на вот диске «Благодарю тебя, мой содержитель», да, Владыка Павел здесь вот исполняет эту песню. Вернее, мы с Владыкой Павлом пытаемся исполнить, исповедь души. Вы знаете, вот по поводу дизайна этого диска, когда Владыка, мы советовали с Горимом Владыка, в каком тоне сделать? Он говорит, давайте что-нибудь такое лёгкое, светлое. И действительно получилась очень такая лёгкая, воздушная композиция. Это вот храм, который в Ханты-Мансийске все знают и любят. И такой, знаете, закат, лёгкий-лёгкий закат. На наш взгляд, это очень символично и очень тонко. Получилось так нежно. Да, получилось очень нежно. И, знаете, очень мы довольны этой пластинкой. Благодарю тебя, мой Вседержитель. Благодарю, Создатель мой благий. За плоть, за кровь и мою душу. За всё тебя благодарю. Творец ты мой, ты мой Создатель. Ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу И всех живущих на земле. И всех живущих на земле. Благодарю тебя, мой Вседержитель. Благодарю за то, что ты простишь. Простишь, примешь и обнимешь. Благодарю за всё тебя, благодарю. Творец ты мой, ты мой Создатель. Ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу И всех живущих на земле. И всех живущих на земле. Благодарю тебя, мой Вседержитель. Благодарю за веру, надежду и любовь. Любовь твою к нам безграниченную. И всех живущих на земле. Ко всем, ко всем земли живу. Творец ты мой, ты мой Создатель. Ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле, и всех живущих на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю Тебя, мой Вседержитель, спастись, а всем желаешь Ты. Зовешь, зовешь Ты наш Спаситель, Ты всех зовешь, зовешь спастись. Творец Ты мой, Ты мой Создатель, Ты датель жизни на земле. Спаси ведущуюся мою душу и всех живущих на земле. И всех живущих на земле. В основном, самая главная задача, чтобы то, что вошло в этот диск, дошло до сердца слушателей. И вот если народу понравится то, что мы сделали, значит, мы свое дело выполнили. Нам кажется, что мы вложили, по крайней мере, душу. А вот какой результат будет, это будет видно по тем отзывам, которые... Потому что совсем недавно была презентация диска, несколько дней прошло. Поэтому время покажет. Я хотел бы поблагодарить вас за то творчество и совместное творчество, которое тоже частично здесь исполнялось на мои слова и музыку. Хотелось бы пожелать вам тоже успехов, сил духовных, физических, чтобы на всех хватало и всем приносить радости побольше. Храни вас Господь. Еще один вопрос, касаемый такой, может быть, попробуем поглубже понять структуру песни духовной. Духовная песня, она, безусловно, отличается даже от самой проникновенной песни народной. Вот чем, как вы считаете, может быть, какой-то особой гармонией, мелодикой, может быть, глубоким религиозным содержанием, может быть, чем-то еще. И вообще, как правильно передать эту уникальную духовную интонацию, что для этого необходимо? Может быть, какие-то вокальные способности особые или какой-то особый внутренний настрой? Вообще, можно ли здесь говорить о некоем присутствии благодати, как вы думаете? Ну, во-первых, это всегда содержательный текст. И нужно верить, понимать то, что ты поешь. Если ты просто поешь и не понимаешь, просто буквы произносишь, то, конечно, ничего не получится. Нужно через себя пропускать и, как православный человек, понимать, что смысл у какого человека в жизни? Быть сердцем чистым перед Богом. Вот эти все песни, они об этом и говорят, в принципе. Такой смысл у нас. Также то, что вы сейчас перечислили, все должно быть в песнях, которые ты поешь, именно духовной направленности, без чистых помыслов, без чистой души и без благословения, в первую очередь, не получится. Нужно чувствовать. Чувственность, она всегда передаётся и залу, и слушателю, который будет это слушать на машине или ещё где-то. Это всегда передаётся. И нам говорят, что у нас это получается. Мы ничего специально не делаем. Мы просто такие, какие мы есть. Мы в жизни так же живём, мы на сцене так же живём. Но нам всегда кажется, что у нас не получается. Да, но мы стараемся. Самые главные критики нашего творчества – это лично мы сами, потому что у нас постоянно разбор полётов, и мы как бы вечно недовольны, что-то не так получилось. То есть, если добавить к вашему вопросу о студийной работе, то тут очень сложно, оказавшись просто в студии перед микрофоном, передать вот эту энергию. Потому что концертный зал – это общение живое с людьми, и ты видишь глаза детей, взрослых людей, ну, разная-разная публика приходит. Тебе легче, легче настроиться, когда вот аудитория. А когда это просто микрофон, и за стеклом операторы работают, стоишь перед микрофоном, то нужно всё время настраиваться. И вот в этом самая сложность студийной записи. Ну, это наверняка все артисты знают, даже обычную песню. А уж что говорить про духовную музыку? Здесь нужно какой-то поймать тон такой вот молитвенный, что ли. Ну, то есть в этом должно быть какая-то вот такая вот изюминка. И мы над этим очень долго работаем, потому что один дубль, второй дубль, третий дубль, слушаем, ну, чего-то не хватает. Или, допустим, спел один, другой спел, смотрим. Получается. Если не получается, можем поменять местами. Вот первый, другой, кто-то… Да, кто-то другой спает. Ну, то есть это постоянный творческий поиск, и это очень интересно. Самое главное, что нам это очень нравится. То, что мы делаем, нам очень нравится, наверное, поэтому и получается вот так вот неплохо. Вы знаете, отзыв прочитали у себя в Инстаграм. Одна женщина, когда увидела клип «Благодарю тебя, мой вседержитель», написала «У меня была настольная клига, а теперь у меня есть настольная песня. Благодарю тебя, мой вседержитель». Это очень приятные отзывы. И вообще социальные сети — это сейчас двигатель. Нас узнают через социальные сети, узнают через Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. И там православного репертуара, православной музыки не хватает. Мы это видим, и мы хотим, чтобы больше было контента. Для нас это очень важно. Вера в Боге проси ярших, святых князей предков наших. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера простит, вера знавна, вера наша благодатна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. В ней душа стремится к смену, Лучше этой веры в веку. Веры вечной, веры славна, Нашей веры православна. Веры вечной, веры славна, Нашей веры православной. Народ Русью просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера истинная, вера православна, Наша вера православна. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Вера вечно, вера славна, Наша вера православна. Ну и, как говорится, в завершение нашей беседы два классических вопроса. Первый, где можно приобрести вот этот и другие ваши диски. И каковы дальнейшие творческие планы? Будет ли продолжено сотрудничество с нашей хантамансийской митрополией? Ну, конечно же, в Югре. Вы знаете, очень многие люди пишут, опять же, в социальные сети, где купить диск. Из Иваново, из Ярославля пишут, из Москвы, из Краснодара, там, где мы живем. И ответ очень прост. Хантамансийская митрополия, храмы Хантамансийского автономного округа Югра. И вы знаете, пожалуйста, все это в доступе. Приходите, приезжайте, покупайте, звоните. Езжет телефоны, созванивайтесь, это все очень будет здорово. Для нас это будет приятно. И самое главное, что все средства от продажи этих дисков пойдут на нужды церкви. Для нас это огромная-огромная часть нашей жизни. Вот еще момент, просто для тех, кому трудно это будет сделать. Мы настолько, ну, скажем, открытый народ. И мы вот первые две пластинки выложили в свои социальные сети. Вот кто просто готов зайти на наши странички, там можно их прослушать. Ну, или кто изловчится, даже скачать. Поэтому мы делимся всем, что у нас есть. А по поводу дальнейшего сотрудничества с Ханты-Мансийской митрополией, вы знаете, это уже сотрудничество не назовешь. Мы себя чувствуем здесь как дома. Мы приезжаем в родную семью. Всегда, на любой праздник, на любое торжество, или просто так, когда у нас где-то концерты не связаны с церковью, мы всегда стараемся посетить и владыку увидеть, и наших друзей добрых, которые работают в Ханты-Мансийской епархии. Для нас это огромное счастье, что у нас есть такие друзья. Спасибо вам огромное за беседу. Мы всегда ждем вас в гости. С удовольствием и радостью будем вновь посещать ваши концерты. Напоминаю, что сегодня в епархиальной студии была арт-группа «Ларго». Желаю вам творческих полетов в мире духовной песенной гармонии. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова